МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый надейный напарник – дачка и помощник комбайнера при маловиншаванне с днем на роджение у поле. Рапорт обготовности под рыхтоку до нового научального года обмерковали на посяджении гомельского гарвы Канкама. Усю лепшее детям. У Мазыры же харыш моткватерного дома побудовали детячий городок. И больше подробно об этом не только. Сегодня в Ветковском районе прошли такты, как специальные вучения гомельского гарнизона Министерства по надзвычайных ситуациях. Воротовальники у першини продемонстровали мобильный пункт для работы у поводковый период. Все лета ягона были в рамках проекта садзейничая неразвитию на мясовом узровне у Республицы Беларусь, який реализуется программой ААН. Заходом в учение у Назырау Олег Синсерову. Свою вёску же хары полянуки любить. У селеки мрази, коли мерковать по её внешнему выгляде, усюду частиня и парадок. Побоч, сош и неповторная природа. Хоть в особные годы миновитый река створяя сельчанам значные проблемы, непосредственно полянука под водой не оказывается николь, без находится на узвыше, хотя дорог подчас поводки не застаётся. До инших насильных пунктов можно добраться только на лодцы. На лодках плавали, когда поводки были. Переплывали на старое село, туда на лодки. Когда заливая, пройти нигде нет. Почас поводки в ртовальнике выставляют у поляну специальный пост, особого состава которого изменяются каждые сутки. Правда, умовы больше нагадываются полевые. Во-первых, эта ситуация изменится. В рамках проекта «Соденничание развития на местовом узровне у Республицы Беларусь», який реализуется Организация Объединенных Наций. Для дежурства в ртовальниках подчас поводки набыли специальный мобильный пункт. Данный проект стал победителем и получил финансирование 11 тысяч евро. Почему был выбран этот проект? Потому что он направлен на территориально ориентированное развитие, на оказание помощи и поддержки людям, проживающим в малых населённых пунктах. До речи, выкористовывать мобильный пункт можно не только для организации дежурства в ртовальниках, его хоть и набыли только в этом годе, але поспели уже выкористать для научения сельского населенства правилам беспечной житодейности. При неоподности пункт можно перевести у любую, навод самую отдаленную вёску. На его базе проводятся так само тренинги неполнолетних, падений в нестандартных ситуациях. Подчас этих учений пункт выкористали для оказания медицинской допомоги умовно потерпелому. Подчас учения вот этот домик повинен спалить, для того, как пенгары улепш, внутрь поклали разную дровнину и подрехтовали некакий килограмм упалива. Ты больше тяжко будешь в ртовальниках, хотя, как я думаю, подчас учения легко не бывает, николи. Сгодно с легендой учений, подчас поводки у полянуцы отбывся пожар. У адресанной от инших населённых пунктов вёсцы на допомогу пришли супрасовники МНС. Некакий секунд на разведку и оценку обстановки и непосредное вартование умовно потерпелого. Для Шепроса, личиной Хвилины, ему окажут необходную допомогу и на лодце, якая так само набытая у рамках проекта, вывезут на великую землю. У областного управления Министерства по незначительных ситуациях кажут, что оснащение подразделений с участными техничными сродками протягнется и долей. Зараз, например, реализуется проект по набытии специальных автомобилей для ликвидации химичных аварий. А Прочатову плануется набыть ящей некакий операционных пунктов для работы подчас поводки для полезных регионов, хоть сфера их применения будет значительно больше широкой. Мы можем в случае осложнения ситуации в зимний период времени, если снежные заносы, где-то пункт обогрева личного состава, а также людей, которые попали там в снежные заносы, к примеру, на трассе, если там нет возможности их куда-то переместить, то мы приедем на проходимой технике, выставили этот пункт, все, люди, которые с машин забрали, обогреваем. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадо-компания «Гомель», Ветковский район. Завтра, 19-го жнивня, мясцовые улады проведут черговые промые телефонные линии. На пытание Жахару Гомельской в области откажет керавник справ Абл-Выконкама Алена Владимировна Кличковская. Звернуться до ЯЕ можно с 9 до 12,1 по номеру телефона у Гомели 75 12 37. А у Гомельским Гарвыконкаме промую линию проведен наместник старшини Сергей Яугенович Андрееву. Нумер телефона 75 63 33. Четыры районы Гомельской в области – Гомельский, Добрушский, Речицкий и Хойницкий – завершили уборку с Божжа. На пошних гектарах идуть работы у Петриковским, Мазырским и Наравлянским районах. Середний показчик по в области на сёння – 88,5% обмолоченных полёв. В АХ регионального караваю – безмалога 900 тысяч тонн. Прыкладом странной працы у поля сёле тостали жанчины. Пять отказных напарниц комбайнеров працевали на уборце зерневых у Речицким, Ветковским и Ельским районах. У основным дамы заденечены у составе семейных экипажа. Ирына Расафонова працуя помощникам комбайнера у открытым акционерным товарыстве «Дружба» Ветковского района. Гэта уже девятая – я е уборочная. У першыни у кабину комбайна надо помогу батьку, я насела у семнадцать год. Всю лето она ват свой день нараджэння жанчина святкавала у поли. Памешаваць Ирыну со святом прыехали супрацовники Ветковской районной профсоюзной организации, работников АПК и керавництва господарки. Экипаж Ирыны и ее батьки Паула Каутунова намолотил амаль 580 тонн зерня. Худка почнется навучальный год и Ирына Пауловна зменит униформу господарки на офицейный костюм. И она працуя выкладчикам Ветковского районного центра «Дятей и молоди». 20 лет назад впервые отец предложил поработать. Тогда, наверное, юношеская интерес какой-то был. Вот попала. Первый раз отработала первый сезон 20 лет назад. Потом учеба, замуж, декрет. Ну и вот уже девятый сезон работаю. Ну, очень тяжелая работа, я хочу сказать. Тяжело. Жарко, тяжело. Надо убрать вовремя, без потерь. Ну, технику безопасности соблюдать. Подобрался коллектив, действительно, был способный, трудоспособный, любящий свою работу. Этот человек, он и за штурвалом работает. Тоже как-то стимулирует производительность и повышение ответственности и в работе. На Гомельщине завершается подрыхтовка установы адукации до нового научного года. Малюсе школы областного центра уже отрымали по шпарты готовности. Выники проведенной работы сегодня оценили на посаджении гомельского гарвы Канкама. Подрыхтовка в сюжете Ганны Каральчук. Середняя школа номер 27 – одна из старших в областном центре. На учебной установе худка исполнится 83 годы. Тому каждый ремонт тут капитальный. При подрыхтовке до нового научного сезона упор зарабили на выполнении предписания у городского центра гигиены, эпидемиологии, энергонагляда и МНС. Одно из нового введения этого года – автальма-тренажеры. Специальные картинки на стенах кабинета, которые используют для зроковой гимнастики подчас занятков. Особливая генерация у школы ремонтом харчаблока и обновленными спальнями для наученцев молодших классов. Их это только частка выполненных работ. По предписанию МЧС мы обработали огнезащитный состав кровлю, восстановили внутренний противопожарный водопровод. И вот сейчас, вы видели, меняем покрытие пола на коридоре первого этажа. Учреждение полностью укомплектовано учебниками, причем наряду с бумажными носителями у нас в достаточном количестве и электронное средство обучения, которое расположено в двух компьютерных кабинетах и в библиотеке. Зусимхудка за парты этой школы сядут 870 школьников. До речи, у некоторых школах Гомеля еще идуть ремонтные работы. Але до 1 вересня справятся все. Згодно с информацией отдела адукации, спорту и туризму Гарвы-Канкама, все лето на подрыхтовку установ Галины до нового научального года накировали, прикладно, 3 миллионы 200 тысяч рублей бюджетных сродков, что двоя больше, чем летость. Еще такую же сумму склали додатковые краницы финансования. Гуманитарная, спонсорская и доброчинная допомога. 100% учреждений получили паспорта тепловой энергии, готовности тепловой энергии. Акцент делался у нас на выполнение предписаний надзорных служб, на создание безопасных условий пребывания обучающихся учреждениях образования. Сегодня это устранение предписаний надзорных служб, таких как МЧС. Это установка АПС в учреждениях образования. Сегодня, как бы мы ни старались, 22 учреждения образования, которые требуются ремонта, установки АПС и семью учреждений спорта. У новом новучальном годе свыше 200 установ адукации спорту Гомеля примут с коля 79 тысяч детей. Колькость першоклассников областных центров селета повеличится на 600 человек у паравнания с минулым годом. Канна Каральчук, Игорь Марышченко, Валерия Гопанько, телерадо-компания «Гомель». Усё лепшее детям. У Мазыры же Харышмат-кватерного дома побудовали детячий городок. На доброупорадкованной пляцовце, у якую необыяковые батьки уклали свои силы и сродки, сёння гуляют десятки малых. Обстанучим прикладе сюжет корреспондента у телеканала «Мазыр». Усяго год тому на гэты месцы была закинутая пустка. Сёння, дякуючы необыяковым батькам, які уклали свои силы и сродки, яна перетворылася у детячий городок. Розноколяровый, невысокий плод, у центры узавышается прыгожая, шматфункциональная горка. У пясочницы дятва будую замки, а на зручных лавочках за ними назирают мати и таты, дядули и бабули. Наша площадка просто развалилась, поэтому детей много. Вот решили пройтись по подъездам, спросить, кто за. Оказалось, желающих много, начали зимы, но вот до сих пор уже вот что настроили. Прошлись по подъездам, поговорили с людьми, проявили желание, собрали сразу деньги, не боялись, что кто-то там без чеков, просто выдали, записали, что как. Ну и всё, и вот заказали площадку. Идею мам-активисток подтримала больше с соседям. Гроши сдавали не с примуссу, а по жаданию. Кто кольки мог. Собравши потребную сумму, заказали першую горку. Монтаж и доброе упорядкование робили доброохватники. В основном папы, конечно, у нас работали. Первые у нас было 11 человек, все папы активные, дети помогали. Вот, а потом уже мамы взялись за работу красить, ну такой по мелочи. Ну вот так вот потихоньку, собственными силами всё. Для наших же детей, поэтому никто не отказывал. Для мясцовой дятвы пляцовка стала соправным подарунком. У дней летних каникул яна пустой хиба, что по ночах, и коли пропякая солнце. Мы часто играем в догонялки, играем в песочницы. Мне больше всего нравится горка. Почему? Потому что там... Ну, на ней больше всего интересно. Да. Много где можно полазить. Особенно там, где такие ступеньки. Мы и родители тоже тут принимали участие. Тоже строили, помогали строить лавочки и забор. Ну, мне очень нравится. У меня есть младший братик, мы тоже с ним играем и катаемся на горках. У гостей, уготы веселковый понадворок, приходят из соседних домов. С початку по-доброму заездросцели, прыглядались и гуляли. А теперь так само плануют узвести дитячие пляцовки у своих дворах. Станучи приклад, апынился заразливым. Катерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав Прыпеснов, Олег Фицнер, телеканал Мазыр, специально для телерадио компании «Гомель». Як неполторный час, так и неполторный и творы мастацтва, яке заховываюць уникальный злепак своей эпохи. У Палаца Румянцевых и Паскевича упратягивается праца по вековече непамяти гомельских мастаков, яке своей творчастью унесли неценный укладу культурную спадшину региона. Зараз тут можно убачить экспозицию со сбору музея Палацево-паркового ансамбля «Гимн життя». Проставленные у одном месте алейны живописы, акварель, графика, скульптура у керамицы и древе узнавляюць картину мастацтвага життя Гомеля, переважна советского периоду. Основная риса мастаков того часу у радосным житцестверджальным у спрывманни свету. Менавитая но и падахвачвала творчую интеллигенцию советской эпохи выкладываться на полную моц и шмат працаваць. Про свои творы ауторы признаваліся у любови до природы, мастацтва и родной земли. На ведвальника у экспозиции у вежи палац Румянцевых и Паскевича очекаясь устреча с творчастью Миколая Пушкара, Михаила Ановицкого, Любови Яугена Пакаташкіных, Валентиной Марии Яхоровых и многих інших выдатных майстров. Пришло время добавить новые фамилии в летопись художественной жизни Гомельщины. И вот в связи с этим открывается как раз выставка, где представлены произведения ушедших из жизни художников. Самые лучшие их творения, по которым можно будет представить их мастерство, их полет фантазии, их, может быть, меру самобытности или усечивая работы над собой, как, например, требует традиционная школа реалистической живописи. Выходные будут спякотными. На субботу обвещанный оранжевый уровень небезопасности из-за высокой температуры. В джённый час 19-го жнивня максимальная температура поветра досягнет плюс 32-34 градусов. Горяча будет и в наступные дни. По передней информации, спякота протримается до уторка. МНС просит выполнять меры застяроги, не разводить вогнище в лесе и на дачных участках, не спальвать сметти. Працу на открытом поветре лепши плановать на ранешней альбове черни ахадзины. По макшимасти отмовиться от далеких поездок. Ну и, вядома ж, не варта игноровать правила безопасности на воде. У спякотные дни додается працы выратовальникам АСВО, да яны зараз працуют в аузмоцненном режиме. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvarmil.by. Далее у эфиры «Спортивный агляд» с Максимом Савиным. До новых встреч у эфиры!